Здравствуйте, меня зовут Павел Фролов, я директор нового инвестор-центра и директорного инвестор-фармак. Спасибо, что дождались моего доклада, что у нас еще будет небольшой лайфхаб по инвесторам. У всех, кто досидел до последнего доклада, в том числе и те, кто задавал вопросы предыдущим докладчикам, получив призы от инвестор-центра, которые распорядились Дмитрий вместе с теми докладчиками, которые тоже досидели до последнего доклада. Сегодняшнее мое выступление будет посвящено свободному аппаратному обеспечению, микроконтроллера Ардуино и те проекты, которые мы делаем либо продвигаем, которые сделаны на базе Ардуино, у которых наши самые любимые — это проект Скридж-Дуино, вот такие вот замечательные ресурсные роботы. «Значит, для тех, кто не знает, кто не знает, кто не знает, кто не знает, минус-центр, есть ли они?» «Вот так, плохо работает». «Значит, мы отметили 14-летие 63-го года, мы 14-летие занимаемся тем, что подвигаем в России свободные технологии, делаем все, что только можно делать в этой области, и с 2007-го года занимаемся свободным аппаратом обеспечением, в частности, это мы привезли в Россию Ардуино. Ардуино в России попало следующим образом, мы в журнале «Минутсформат» публиковали статьи о том, что Ардуино это круто, люди начали нас спрашивать о том, что это «Потрогать руками, как-то взять, мы старались без этого дня» «Компании SmartPro с итальянской, иначе не Ардуино в России, в России». Вот так, вкратце, все начиналось, сейчас вот это «Есть тех, кто не знает, что бы Ардуино, и не другие». «От работает». «От работает». «Сегодня мы вам расскажем, чтобы вы знали». «Мы входим в группу компании «Mizon.ru», который входит в несколько проектов, который объединяет то, что не базируется на свободных технологиях. Это либо «Свободное программное обеспечение» либо «Свободное аппаратное обеспечение». У нас много экспертизы, много партнерских статусов. Мы стараемся знать все, что только можно в области свободных технологий, либо хотя бы знать всех людей, кто это знает, и может с ним обратиться, когда есть какая-то задача. Соответственно, многие к нам обращаются со сложными задачами, потому что в мир свободного программного и свободного аппаратного обеспечения таким образом, что простые задачи вы должны решить сами. Соответственно, обращаясь к другим, тогда чем-то не хватает компетенции, поэтому, как правило, приходит, когда с вами уже не справитесь. Собственно, мы помогаем крупным компаниям, таким как IBM, Intel, Google и так далее. Даже компания Microsoft недавно приходила, спросила написать цифру статей о том, как запустить минус в виртуальной инфраструктуре и как бы подружить свободное поло с системами авторизации. В общем-то, если бы мне 30 назад сказали, что такое произойдет, я, наверное, не поверил, и Microsoft заказывается с полу-компании, и уже даже через него какие-то клиенты покупают техподдержку на минус. Много государственных структур с нами сотрудничает, и мы при этом понимаем, что все на свете знать невозможно, экспертизу на дашь инфраструктуру как можно больше, поэтому мы являемся одним из учредителей Российской ассоциации свободного пол, который объединяет все ведущие компании ВТО области. И основная задача, которая занимается расход, национальная программная платформа, программу импорт-провещения на базе свободного программного обеспечения. Идея национальной программной платформы собрать в одном месте типовые проектные решения на базе свободного пола. А кто не знает про 4 слова? Значит, все, что обсуждается на минус фесте, это примеры использования свободного программного обеспечения. Свободно программное обеспечение — это очень круто и очень перспективно. Вся крутость свободного программного обеспечения — это в идеологии. в тех лицензиях, по которым распространяется свободное продукт. Лицензии свободные — объединяя то, что они дают пользователям 4 свободы. Это свобода использовать продукт с любой целью. Это свобода изучать, как продукт работает, его модифицировать. Это свобода воспроизводить копии продукта, их распространять, в том числе и за деньги. И это свобода улучшать продукт и публиковать улучшение публичным доступом. Именно благодаря этим 4 свободам и обеспечена такая бешеная скорость прогресса, у которой развиваются свободные продукты. данные свободы позволяют объединить интеллектуальные ресурсы разработчиков по всему миру и не позволяют людям нехорошим монополизировать какие-то области и пытаться извлечь выгодные свободы на противоположения путем в ближайшее цель. Соответственно, финансовая модель мира свободного пола и свободного пола обеспечения наиболее справедлива и делает мир лучше. Поэтому выспойка труда. Собственно, основная идея 4 свобод — это то, что нужно использовать светлую сторону силы и активно объединять всех джедаев по всему миру. Вот это да. Ардуино. Ардуино — это пример свободного аппаратного обеспечения. И Ардуино имеет три значения. Это устройство, это среда разработки Ардуино ID, и это сообщество и философия. У нас в среду в нашем офисе или центре будет мастер-класс по Ардуино. Те, кто придет на мастер-класс, в качестве и бонус расскажу, как Ардуино появится. Что получилось? На камеру не расскажу. Потому что это отдельная очень смешная история. Это с плохого проекта получилось. Такая штука. Соответственно, начнем с третьего — философия и сообщества Ардуино. Ардуино смогли создать целое сообщество вокруг своего проекта, потому что у них свободная аппаратная вычислительная платформа, которая в первую очередь нужна для того, чтобы привлечь в мир микроэлектроники непрофессионалов. То есть Ардуино — это первый серьезно распространившийся в мире проект, который позволяет запрограммировать микроконтроллеры без программатора, и который позволяет программировать микроконтроллеры не на ассемблере, а на православном C++. Соответственно, кроме этого, Ардуино позволяет сделать удовлетно работающий проект даже тем, кто не умеет спаять. Там есть одноштырковые входы и выходы, которые можно просто оботкнуть в проводочки, которые вам нужны от датчиков, которые используются в проектах, и вот эти проводочки от исполнительных устройств, типа моторчиков и переключателей. Соответственно, возникло огромное количество людей, которые берут макетную плату, втыкают туда проводочки, скачивают готовые библиотеки, толком даже, может быть, не умея программировать, и решают свои задачи, производя проекты в целом в спектре различных устройств. Это и дополненная реальность, и всякие фоновые вычисления. это живые вещи, говорящие вещи, умные вещи, и всяческие там повсеместная капитализация, умные дома, роботы и т.д. и т.п. Соответственно, есть огромное сообщество, которое уже написано в библиотеке на все случаи жизни, и наделало шерды на все случаи жизни, которые можно либо приобрести, либо распаять самому, потому что, как правило, все схемы, спецификации выложены в интернете. Соответственно, есть большое количество форумов, на которых можно получить помощь, есть большое количество вики, и есть большое количество сейчас клубов, которые проводят обучающие мастер-классы и курсы. В частности, кстати, мы проводим курс Ардуино, который называется Ардуино Мура, который происходит в нашем офисе до воскресенья. Очередное занятие будет завтра в нашем офисе в 12. Если говорить про аппаратную часть, то здесь нет никакой фантастики для тех, кто разбирается в электронике. Это простой микроконтроллер AVR от Mega, и, соответственно, клуб, который позволяет заливать программы на языке Ардуино, называется Sketch, в контроллер. Там есть встроенный bootloader, поэтому не нужно думать об этом. И вообще программируя Ардуино, нужно думать намного меньше, чем в любых других системах. Поэтому получился целый взрыв на рынке хоббистской микроэлектроники, на рынке сделай сам. И, соответственно, сейчас, по нашим оценкам, в мире более 5 миллионов плат Ардуино. И практически в каждом гараже сейчас есть такая плата, которая позволяет быстро скрипать прототип нового микроэлектронного устройства и научить студентов, либо школьников тому, как работать в мире электроники. В мире Ардуино есть достаточно большое разнообразие. и существуют сплаты, которые позволяют делать умную одежду. К ним специально только проводящие нити пришиваются датчики и элементы питания. И, соответственно, можно сделать умную курку для велосипедиста, умный костюм для дайвинга. А умного велосипедиста можно сделать? Умного велосипедиста сделать нельзя. Можно сделать умный велосипед. Есть платы, которые подключаются по USB, и, соответственно, прямо через USB подключение в Ардуино заливаются прошивки. Есть платы, которые подключаются через Bluetooth. И есть множество других вариантов для разных устройств. И есть большое количество шелдов, которые в виде бутерброда позволяют собирать всякие разные конструкции. Эвермент шелды, Wi-Fi модули, Zimbi модули для беспроводной связи и тому подобное. Возможности Ардуино, с одной стороны, не очень велики по сравнению с персональными компьютерами и с теми платами, которые сейчас появились, на какой стороны они превышают возможности компьютера, который в свое время отправил космический корабль на Луну и вернул обратно. Поэтому, в общем-то, ничего не мешает это даже повторить. Главное, достаточно много свинца использовать для того, чтобы защититься от компьютерных излучений. И нам известны ребята, которые как раз пробуют отправить подобные штуки в космосе, ну хотя бы стратосферу на шарах. Сейчас вообще все коммунелин делают. Довольно распространенная история. Соответственно, после того, как ты запрограммировал Ардуино, она становится автономно, включили питание, пошла исполняться программа, и есть 13 цифровых входов-выходов, 5 аналоговых входов и 6 аналоговых выходов. Соответственно, вот так вот выглядит вкладка. есть входы, есть аналоговые входы, наверху сифровые входы и выходы. И, соответственно, USB интерфейс позволяет, во-первых, питать эту плату, она может питаться по USB интерфейсу, во-вторых, в интерфейс в нее заливаются прошивки, которые называются скетчи. Значит, скетчи — это программы, которые написаны для запуска Ардуино, и они заливаются через специальное цветопрограммирование, которое вышло из языка в процессе. Это в редактор, тут есть кнопочка «Залить скетч в плату», соответственно, вы отредактировали то, что вам нужно, нажали кнопочку, «Залили в плату», оно там сразу же начинает работать. И это особенно удобно, потому что есть огромное количество библиотек либо готовых программ, которые просто лежат в интернете и на следующей жизни, поэтому не нужно изобретать велосипед, когда вам нужно подключить, например, экранчик, либо подключить серво-привод, либо проанализировать вход с микрофона и так далее и тому подобное. Существует довольно много вариантов клад. На данном слайде все платы, которые поддерживают как раз Ардуино и ДН. И самая популярная — это Ардуино Уно, либо их аналоги, которые делают братья-китайцы. А вообще у Ардуино очень интересная бизнес-модель, которую, кстати, мы и повторили в нашем проекте с Крэйчдуином. Это полностью опентошный проект. В сети свободно доступны все необходимые данные для того, чтобы изготовить плату. Но Ардуино защищает свою торговую марку. То есть все, кто изготовил плату, должны придумать для нее другое название. Самое популярное название — это «Фридуино» или «Фриадуино». Но есть еще и другие варианты. Неизвестно как минимум четыре компании, которые производят такие платы в России. Они называются, соответственно, «Фридуино», «Крэйчдуино», «Ордуино», «Опенроботец» и «Сидуино». Соответственно, про Ардуино все. И сейчас по поводу «Скрэйчдуина». Когда мы задумались над тем, что неплохо было бы припести Ардуино в школы, мы поняли, что Ардуино в школе долго не проживет. Потому что дети еще любят играть, и когда дети играют в плату, и плата от этого умирает. Теперь же ее могут отбить кубоколой, припаять элементы питания для того, чтобы они лучше держались, уронить металлический предмет, который выгорит выгорание и так далее. Поэтому мы решили спрятать Ардуино в отдалоустойчивый картреш. И спрятали. Получилась вот такая коробочка, которая на данный момент у нас подходит для двух устройств. Одно из них мы называем «Скрэйчдуина лаборатория», а второе мы называем «Скрэйчдуина робоплатформа». Идея в том, что мы прошиваем сюда либо универсальную прошивку для осуществления интерфейса с компьютером, либо готовую прошивку, которая будет остановно уже работать с устройством, дальше впитаем этот картридж в устройство, и оно уже может выполнять свои функции. Картридж не в лапу устойчивый. Если его утопить, то все будет плохо, но если нужно его просто брызнуть водой, то все будет хорошо. Значит, мы ориентируемся при тех проектах, которые мы разрабатываем, либо поддерживаем, либо берем на дистрибуцию о том, что первостепенная задача, которую надо сейчас решить, это вырастить из инженеров-инноваторов будущего. Что значит инженер будущего? Инженер будущего будет иметь дело с роботизированными производствами, будет иметь дело с роботами. Ему нужно уметь делать своих роботов и уметь программировать роботов так, чтобы они выполняли необходимые функции. Собственно, все производственные станки, ЧПУ, 3D-принтер и так далее, это тоже робот. И даже фармацевтический завод сейчас это тоже робот, где не так много людей. В будущем на заводе будущего будет два человека. Охранник и уборщик. Охранник будет следить за тем, чтобы никто в заводе не мешал работать, а уборщик будет с них выставать. И где-то в офисе будут сидеть программисты, которые будут писать прошивки для этого завода, для того чтобы завод производил необходимую продукцию. И, собственно, еще где-то отдельно будут сидеть инженеры, которые будут делать роботы. Кто такие инноваторы? Инноваторы это те, кто изобретает что-то впервые в мире. Поэтому производство инноваций очень трудно научить, очень трудно научить, как сделать что-то впервые в мире, потому что нету готового рецепта. Единственное, что тут есть, это теория решения испытательских задач, но и она не особо помогает. Инноваторов маловато. И как инноваторов обучить, толком никто не знает, но мы точно знаем, как инноваторов обучить не получится, что является тормозом на подготовке новаторов. Тормозом является некачественное обучение, которое построено на идеологии черных ящиков, и которое формирует магическое мышление в детях. Когда ребенку учат на аппаратном обеспечении, либо на программном обеспечении, по которому он не знает, как оно работает, по каким принципам оно устроено, он начинает относиться к технологии как к магии. Любая магия — это непонятная технология. Поэтому open source — как раз единственный способ для того, чтобы сделать систему программально правильной, для того, чтобы подготовить инженеров-инноваторов в будущем. А существующие решения, которые сейчас школа активно поддают, западные, они направлены на решение ровно обратной задачи. Их задача в том, чтобы посадить на команды на иглу свои закрытые продукты, с тем, чтобы люди не знали, как они работают, и постоянно зависели от поставщика. Ну там такая же идея, как у Microsoft и у других пропоритарных онлайн есть, и в мире образовательной электроники, там тоже есть свои Microsoft, и, например, компания Lego — одна из самых популярных системы образования, которые модельных роботов предлагают. Там есть блоки, есть система управления, но детям нельзя разобраться, как работать систему управления и как сделать свою. этим нельзя делать свои блоки. И могут только покупать готовые, а если они попробуют сделать по-другому, то их просто не будет. Соответственно, это все ориентировано на то, чтобы превратить наши страны в другие страны, сырьевые придатки. Надо предоставлять. И чтобы у них все время все покупали, сами делать не могли. Можно еще и монопольно-высокую станцию. Это система, которая направлена в противоположность. Это полностью открытая система, модульная. Она базируется на магнитных датчиках. Так вот можно легко датчики установить только в конкурации, которая нужна для конкретной задачи роботу. Проект полностью open-source. Можно делать свои сенсоры, можно печатать на 3D-принтере. Спроектирована вся конструкция так, чтобы нужна была только отвертка для того, чтобы разобрать ее и спаять. Иногда, в некоторых случаях, паяльник. Эта система очень легко программируется в среде скретч. И можно писать на взрослых результатах программирования, таких как C++. Соответственно, в основе ардуино, в основе скретчдуино, лежит плата ардуино, про которую я уже говорил. по которому используем ардуино луна, или всегда программирование скретч, который я постараюсь сегодня показать, потому что они как времени чуть больше, чем начать мы думали. скретч позволяет научить человека программировать за полчаса, при том, что человек для этого никогда не программировал. Единственное условие, нужно, чтобы человек умел читать. Соответственно, скретчдуино робоплатформа позволяет научить программировать робота за полчаса. Она позволяет за пару минут на магнитиках поставить необходимые датчики. И основной упор вначале делается на алгоритмизацию, изучение алгоритмов, изучение различных способов программирования. Есть довольно широкий спектр датчиков, с которыми дети учатся работать. Дальше дети учатся, как создавать свои собственные датчики. Дальше они учатся, как создавать собственные модули. Есть шина робобаз, которая осуществляет ход-выбор и позволяет достаточно мощно делать системное расширение. И все это засунуто в специально прозрачный корпус, для того, чтобы дети не относились к этому как к магии, а понимали, что как это все устроено внутри и понимали, что это просто. Который мы выбрали специально подобранным таким образом, чтобы ее можно было купить в магазине в прайду электроники и сделать такую штуку самому. Мы считаем, что мы закончили обучать ребенка когда он способен пойти в магазин, купить детали роста, потом пойти на наш столик, скачать оттуда схему, вытравить плату, распаять ее, а там пойти в ближайшие фабла, на Малицентр Молодежно-Малуационного творчества, либо к другу, у которого есть 3d-принтер, и на 3d-принтере распечатать корпуса, либо вырезать их лазером. Ну, в крайнем случае, можно лобликом выколить из панели по схему, которая у нас выложена. Так что все скручивается отверткой, получается готовый робот, которого можно программировать. очень важно для нас, чтобы роботы, которые делают дети, они были красивыми, и очень напрягают та уродливость конструкции, с которой мы сталкиваемся, например, на всяких робот-олимпиадах. Те, что делают роботов, они совершенно не думают о стратегии и дизайне, не думают только о решении задач, спокойно там жвачки прилепили, необходимые датчики, где нужно промотать изолентой, и собрали бутерброд там из трех платок, и все это дело поставили на колеса, и запустили. Ну, нормально робот выиграл соревнования, и развалился после этого. Причем, повторить его совершенно невозможно, потому что там, где прилеплялась жвачка, это, естественно, не документировано. Соответственно, красота инженерной стандартизации они приводят к тому, что данная индустрия становится массовой. А в фрактворе с этому есть определенная гитарность. Некоторые, там, радиоэлектронщики все кухни не очень любят, потому что им нравится чувствовать себя исправить. Им не нравится, что может сейчас миллион человек, не профессионалов, прийти в эту индустрию, в принципе, делать все то же, что и они, только, естественно, хуже, потому что они уже прокачивали. А мы считаем, что нужно, чтобы каждый ребенок на планете Земля попробовал себя вроде или, короче, робототехники, робототехники, а потом каждый тысячный уже пошел глубоко и пополнил риту будущего в сфере тех, кто будет делать новых роботов, в первую очередь для производства. Те датчики, которые у нас ходят в базовый комплект, два датчика света, два датчика контакта, два датчика линии, инфракрасный глаз. Кроме того, мы пойдем в поставку две заготовки под датчик и намекаю, что надо по новичкам будет перепонять. Например, датчик 2. Еще у нас в проекте есть прежденная лаборатория, которая ориентирована на то, чтобы передать данные внешнего мира в компьютер и обработать их в компьютерной программе. Это такой вот тренажер для того, чтобы дети понимали концепцию умного дома. Также у нас есть сейчас в разработке проект достаточно серьезной цифровой лаборатории. Она сделана на одноплатном компьютере Linux. Внутри стоит Linux. В Linux стоит веб-сервер. В Linux можно подключиться через интерфейс любого устройства, которое имеет браузер или интернет, и получить доступ к данным датчиков, которые втыкаются в эту коробочку. Причем коробочкой, наверное, независимо. Она имеет еще аккумулятор. И, соответственно, она позволяет много чего измерять и проводить разнообразную лабораторную работу. Возможно, что-то еще. Но пока границы применения этого устройства не определили, и подозреваем, что они могут отсутствовать. Потому что, в общем, достаточно серьезная. Плата лежит в основе. Также на базе Ардуино сейчас активно делаются всякие станки, в первую очередь 3D-принтеры. Вот один из 3D-принтеров, который, кстати, я полностью опенсорсно и спроектировал изначально, как конструктор класса «Сделай сан». Разработан возле команды «Обыт» в Санкт-Петербурге. И они попали в более-менее количественную ценовую категорию. Вот такой вот комплект и санастоятельной сборки-разборки стоит 20 000 рублей в розницу. Санкт-Петербурге стоит 25 000 рублей. И что важно для 3D-принтеров, ребята, устроили сюда механизм аппокалибровки. А, калибровка, 3D-принтер — это кошмар вообще. Калибровка, 3D-принтер — это кошмар. Есть 3D-принтер? Еще нет таких? Если бы у вас был 3D-принтер, вы бы знали, какой кошмар является калибровка. Что вы скажете про 3D-принтер? Это специально спроектирован для школы, для того, чтобы можно было прямо на уроках все это распечатать. Поэтому небольшой, то есть это мини и во всяком отношениях. Потому что в школе некогда долго печатать. И, кстати, еще по принципам правил техники безопасности здесь отдельно вынесут блок питания, как у ноутбука. есть у команды роботы другая очень интересная разработка под названием Protoss. Это система 3 в 1. Это 3D-принтер, которым на ловке можно заменить на лазер, получится небольшой лазерный гравер. А можно заменить на дремель, получится небольшой физеровочный станочек. Проект тоже полностью управляется Ардуино. И, соответственно, такая машинка это мини-поблак. Когда эти штуки распространятся по миру, в любой школе уже будет мини-поблак, который позволит решать задачи по крайней мере познакомить детей с самыми важными типами обработки материала. Это резко лазером от фризования и это аддитивное производство то есть 3D-печати. Про скридж Дуина можно сказать, что это проект, который претендует на международность. Дважды получал очень престижную премию Google. Google Райсова. Райс означает русский инженеринг. И также скридж Дуина недавно победил спонсор финского правительства Финляндия. Сейчас занимается в финских школах тоже могли изучать робототехнику программирование. Про метаболу получают государственную поддержку инженеринг. за внимание. Тут у меня еще будут полезные ссылки вставленные для презентации дам ее личному укладу и сейчас я отвечал на вопрос, а потом еще показал несколько хороших ссылок, которые я специально открылся недавно. У кого есть вопросы? Значит, эта школа попадает в школу сейчас с методом продаж. Школы закупают готовые конгреты. И, кроме того, мы проводим мой сейчас конкурс в рамках IT-Олипиады IT-Planeta для студентов узлов, которые предполагают, что студенты должны изготовить робота по нашим спецификациям дадут детали и соседки магазинов электронники. А так в школу эта попадает в постнандартные процедуры, тендера, допуки, государство выделяет деньги, а дальше школа сами решает, что они хотят купить, и те школы, которые хотят купить среды, они его просто покупают. сейчас вся робототехника, которая есть в школах, это кружки и это дополнительное образование, неурочное учебное деятельность. При этом, с корреждуина, я сейчас скажу, что он работает, это чуть ли не единственное решение в этой области, которое позволит применить этих роботов на уроках. Дело в том, что на уроке, на практических занятиях есть только минут 10. За эти 10 минут надо подготовить 15, а то и 30 роботов, провести практическое занятие, а потом их убрать. Поэтому конструкция должна быть очень простой и очень интуитивно понятной, потому что в 10 минутах дело уложить. А есть существующие решения, которые распопонимы там, часа-полтора. Дожданешься, берешь несколько полезных ссылок. про Arduino надо смотреть на официальном сайте Arduino CC, читайте википедии. Соответственно, в конце в таких википедии есть большое количество дополнительных ссылок, включая материалы, которые лежат на вики журналах Windows Format, интервью Jean-Lucor Martin, который в середине проекта, и так далее. Значит, класс, который совместим с артуином огромное количество проектов, которые хорошо написаны на википедии. и отдельно хочется сказать, что для тех, кому хочется воспользоваться легкостью программирования Arduino и готовыми библиотеками, при этом хочется, чтобы кладка была помощнее. Есть очень интересная плата с архитектурой MIPS, которая выпустила компания Digital, которая называется ChipKit. это полностью опенсорсная плата, и ChipKit линейка это плата совместимая с Arduino с кетчами, и которые при этом уже являются 32-битными, и там у них есть и настройки на Raspberry Pi, и отдельные платы, которые повторяют различные Arduino. Вот, например, ChipKit Uno 32. Это аналог Arduino Uno, но при этом намного более мощная система, и в частности, в отличие от платы Arduino, эти платы позволяют ввести оплатку, то есть там можно сказать, в точке остановы можно подключать оплатчик, который позволит более полный контроль программами, которые вы пишете делать, и точно так же как и Arduino, это полностью опенсорсная история, то есть тут лежат герберские файлы для игла, и все сфигации, то есть, пожалуйста, можно даже все скачать, разобраться и самому такую плату сделать. Дальше еще, собственно, те, кто хочет глубже прокачаться, две истории. Заходим на сайт LinuxCenter, крутим вниз, немножечко, попутно подписываемся с журналом с форматами, подписался на 2015 год. Дальше находим два варианта курсов. Во-первых, проводим сейчас кружок по робототехнике для детей. там лет с восьми уже можно ходить на этот кружок, то есть у кого-то есть дети, братья и отправляются. Во-вторых, мы проводим курс с Arduino Buro по воскресеньям, где рассматриваем широкий спектр тем по поводу того, как программировать Arduino, и в том числе довольно глубоко. у нас запланирован в среду в нашем офисе в 7.30 мастер-класс по Arduino бесплатный. Те, кому интересно будет закачаться посмотреть, как пишется программа и так далее, приходите. Регистрация на сайте IT-события. Соответственно, ссылку на регистрацию можно будет найти в канедельной нашей группе в контакте в руководину с формой. И, в общем-то, все, что я хотел сказать, я сказал. И давайте посмотрим, как работает Scratch. Scratch работает вот так. Предположим, у нас есть абсолютно новая программа. Тут у нас есть одноцветные блоки. Контроль, движение, сенсоры, операторы. Больше, меньшее сложение, вычитание, деление и так далее. И можно писать программу методом соединения блоков. Вот. Сначала мы программируем экранного ботика. Когда нажмут клавишу пробел, идти 10 шагов. Я его пробел, экранный ботик идет. Величный у вас заметник. теперь соним его в цикл. Идти 10 шагов всегда. Вот он дошел до края и там залит. Теперь ставим ему шаг, что если залит, пусть он подтолкнется. вот он начал ходить. Соответственно, теперь напишем программу для контроля нашего робота. Подключаем робота комфорту, выводим отладочную консоль. Теперь примерно в том же самом стиле программируем. Сначала запрограммируем клавишок половина останова. Первый начинает программируем робота. Но когда нажмут клавишу пробел отключить мотор установить выполнение всех программ. Теперь пусть он нас поедет. Когда нажмут клавишу стрелку вверх, включаем направление движения туда-сюда, лево и право. И включаем мотор на одну секунду. проверяем, что у нас получилось. Вот робот поедет. Сейчас практически мгновенно. Дальше дублируем эти блоки. И учим робота ездить и в остальные стороны тоже. Теперь вот он у нас уже едет вперед-назад. Сейчас он научится ездить направо. И сейчас он научится участие на лево. Поехали. Поехали. Мы выполнили первую лабораторную работу для пятого класса. Когда это делается происходит в классе, на это уходит 10 минут. Часть детей тупит, часть детей балуется, а часть детей не услышала, что говорил учитель переспросирован. 10 минут все равно хватает, чтобы у всего класса это получилось. Которые обеспечивают интерфейсы с крючем по компорту. В кренч добавлены блоки, которые по компорту передаются числовые значения. Если хочется работать без провода, то можно включить режим Bluetooth, ставить сюда батарейку для аккумулятора, и по такому же компорту можно будет осуществлять компьютер с крючком. дети стали постарше, они могут программировать на ардуино скетч, прошить его в ардуино, вставить ардуино с карточкой в робота, и уже все станет на компьютерном, независимо, и, собственно, получится микрофон на велосипеде. Дальше про датчики. у нас стоят датчики, датчики передают значение от 0 до 100. Сейчас у меня стоит датчик касания, он у меня стоит в аналог 4. Я его, например, беру вот так вот, представляю, смотрю, у меня блюз, теперь аналог 3. Видите, я его нажимаю и нажимаю 100. Переставляю его еще раз. Вот он у меня теперь аналог 0. соответственно, можем глядя на то, что происходит с датчиками, сравнивать значение датчиков с какими-то эталонными сигналами и говорить роботу, что ему делать. Сейчас покажу, как это делается. Возьмем для активации какую-нибудь клавишу, например, у нас клавиша A. Дальше берем цикл Всегда. Это не всегда. Мы берем условия если. Дальше мы берем операторы. Например, больше-меньше равно датчик касания. В разделе сенсора выбираем значение сенсора. А вот 4, когда у нас равен 100, это значит, что сработал датчик касания. И нашему роботу нужно что-то сделать. Ну, например, при срабатывании датчика он отъедет назад. Потом развернется вокруг своей оси. Вот собственно вот такая программа. Получается нажимаем буквально A. Она активировалась. Она активировалась. Теперь нажимаем на датчик датчик и вот видно, как робот отреагировал. Теперь можно добавить ему еще движение вперед. Например, вот А. слот по одной десятой секунды, чтобы быстро прорабатывало. Нажимаем клавишу A. Он поехал вперед, доехал до меня и поехал обратно. Клавиша аварийной остановки. Мы его остановили. Теперь можно посмотреть другой датчик. Например, у нас в системе есть датчик линии, который у нас стоит расположение аналог 3. Сейчас он нам показывает 7,8. Он показывает тем меньше значение, чем светлее поверхность под ним. Таким образом можно устраивать, например, гонки, когда робот едет по черной линии. Вот популярное увеличение средней робототехники. Вот смотрите, если робот приехал на край стола, то это дает нам значение 20. Можно сейчас сделать штуку. Например, в этом же самом блоке мы сейчас программировали, делаем так. аналог у нас аналог 3 становится больше, например 15, 23 точно больше, чем 15, 18, у нас робот отъезжает. проверим, оно работает. Вот мы сделали роботом, который ездит по столу, туда-сюда, и теоретически он не падает. На самом деле, чтобы он точно не падал, нужно поставить по разным углам. теперь можно его вот так оставить на какое-то время. Сам уже ездить в столы. Пока пробовать все правильно, поэтому нужно взять программу в какое-то время поворачивать другую сторону. Сейчас я уже не буду этого делать, просто это роботом. Давайте проверим дворейшие аварийные остановки. Вот такая штука. Прошу наших роботов любить и жаловать. Те, кому интересно, делайте роботов по нашим схемам, приводите детей, братьев, сестер на кружок робототехники, а сами приходите учиться ардуино. Интересно, мы научим делать роботов сама. Часть занятий в кружке это происходит с роботами, потому что проще, когда сразу есть исполнительные механизмы или датчики, можно писать интересные программы. конечно это здесь. Сейчас он заливает программу робота и исполняет игры. Прямо сейчас в ардуино прошивка прошивка, осуществляет интерфейс со скринчом. И соответственно в реальном времени с компьютера передается команда. и соответственно сама прошивка выглядит вот так. Соответственно все, что сейчас есть в нашем роботе видите не очень много. То есть он просто читает значение датчиков, передает их в систему по конкурту и получая команды получает воспрещение двигателей и он включает двигатели. Собственно программа для вынужденных акций. все почти в ремонте запишется. Те, кто пробовал программировать электронику на Сандере могут почувствовать разницу. Буду рад ответить на ваши вопросы. Значит на робота можно поставить столько же датчиков сколько пальцев на одной руке. Пусть пять. А большинство датчиков у нас дублировано. То есть есть два датчика света, два датчика касания, два датчика линии, два пустых датчика из которых надо делать звуком. Ну то, что захочет будет нам. И есть еще прокрасный глаз. который дает информационное расстояние до препятствий. то, что может это будет так что это будет это будет так Продолжение следует...